К сожалению, не доброго времени суток, потому что в Азербайджане произошел очень трагический случай. Ведь именно там, в одном из тренировочных залов, тренер настолько сильно избил ребенка, что, к сожалению, он скончался. По этому поводу также высказался один из бойцов по ПММА. Ну а полную версию произошедшего смотрите у нас в телеграм-канале, ссылка в описании. А все это произошло 29 апреля. На тренировке по самбо 7-летнего мальчика из Азербайджана избил собственный тренер. Как сообщается, Мехман Халилов запугивал всех ребят в зале, поочередно хватая их. Так он добрался до Фарида Бакарова, которого он сначала избивал ногами, затем поднял его на высоту полтора метра и бросил. Он издевался над ребенком настолько сильно, что сломал ему шею. Прибывшие на место врачи не смогли помочь пострадавшему мальчику. И, к сожалению, он скончался в больнице. Папа погибшего, Реваз Бакаров, заявил, что виновный в смерти его сына должен понести самое суровое наказание. Также он говорит, что ему о смерти сына сообщили лишь под утро. Он приехал в больницу и не мог понять, что же случилось в тот день с тренером, ведь ребенку было всего лишь 7 лет. Когда его привезли домой, все тело было в синяках, такое не может случиться от падения. Его неоднократно избивали. Также его отец призывает к тому, чтобы все решилось по законодательству Азербайджана самыми суровыми методами. Тетя Фарида Бакарова поделилась своей версией того, что произошло. Она уверена, что наставник мальчика был зависим от запрещенных веществ. В его крови обнаружили наркотики и все знали об этом. Этот тренер мучил и других детей. Подчеркнула родственница ребенка. Также по этому поводу высказался боец лиги хардкора Шамиль Рамазанов. Здравствуйте, друзья. Сегодня на самом деле недобрый день, потому что пришла вчера новость о том, что тренер, наказывая своего ученика, убил его до смерти. Избил его до смерти. И это очень на самом деле неприятно слышать. Это не знаю, как назвать этого человека. Но всегда своим друзьям всем говорил, смотрите, куда отдаете своих детей. Не надо просто отдавать детей куда-то к тренерам. А, пускай тренируют. Нет, такого не должно быть. Надо прийти, посмотреть, как проходят тренировки. Может, психологически давят на вашего ребенка. Поэтому выбирайте грамотных тренеров и грамотные тренировки. Не калечьте своих детей из-за того, что у вас нет времени. Ну а на сегодня у нас все. С вами были Попом и Мэйньюз. На связи.